В Наринмаре написали письма Победы. Участие в акции приняли школьники и студенты. Совместно с добровольцами регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» написали письма с поздравлениями и пожеланиями ветеранам Великой Отечественной войны. Ольга Руссоу продолжит тему. На столах участников акции, карточки с фотографией и биографическими данными ветерана. Можно выбрать, кому адресовать свое послание. Юлия Левашова решила написать письмо жительнице Ненецкого округа, ветерану Ангелине Тарасовой. Я поражена ее подвигом, что она работала в одной из бригад по разгрузке кораблей. И для женщины это очень большой труд. Хочу сказать большое спасибо, поздравления с Победой и с 8 марта, конечно же. Также хочу много-много приятных слов, кстати. Вадим Безверхов пишет письмо Валентине Коткиной. Ветеран живет в Нарьинмаре, поэтому Вадим хочет лично вручить послание адресату. Хочу поздравить ее с 8 марта и пожелать всего самого хорошего, чтобы она не болела. Классный руководитель 8 класса из 4 школы Ольга Наливайко пишет письмо вместе со своими учениками. Многие из них, кстати, являются участниками организации «Волонтеры Победы». Сложно на самом деле. Вообще письмо писать сложно, особенно человек, которого ты не знаешь. Мы вроде как уже это люди в возрасте, поэтому нужно подбирать слова какие-то. Хочется сказать что-то такое грандиозное. Не всегда получается сформулировать, но мы не стараемся. Акция стартовала еще 3 февраля в Нарьинмаре. В нее включили школьники из 12 населенных пунктов округа. В общей сложности было написано 101 письмо. Ветераны, которым могут адресовать свое послание участники акции, живут в округе, за его пределами и даже в ближнем зарубежье. Я считаю, что да, потому что эти акции помогают нам вспомнить события тех времен. И я считаю, что события Великой Отечественной войны никогда не должны повториться ни в нашем стране, ни в нашем мире. Основную массу писем добровольцы Организации волонтеры Победы уже отправили ветеранам 22 февраля. А тем героям, которые живут в Нарьинмаре, вручили лично. Вообще я считаю, что да, потому что в основном ветеранов вспоминают только в празднике, в преддверии праздников. Поздравляют и, к сожалению, до следующего праздника. У нас акция, мы решили, что вот она сейчас завершающая, но неофициально мы будем проводить ее в течение года, чтобы у ребят была возможность не только поздравлять ветеранов с праздниками, но и просто так писать им, спрашивать, как у них дела. Акция направлена на сохранение преемственности поколений, приобщение молодежи к изучению истории Отечества, воспитание в духе патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны.